привет домоседом я сегодня вырвался на рекогностировку чтобы долго не объяснять просто пошел в лес погода сегодня чудесная снега нету вот и вот такая вот красота идет дождь лес готов уже приходу зимы через неделю мы где-то здесь будем бегать на ту ряде я как раз пошел посмотреть меня парочку этапов сегодня будут скалы интересные я вам даже чуть покажу на вершину горы еду какая-то тропах если это можно назвать тропой по сути я иду просто по лесу по сути просто сыра но не грязно это приятно приятные обстоятельства сегодня мне надо будет покрыть достаточно большое расстояние куда меня заведет суде пути дорожки и я пока не знаю есть определенные планы до куда надо дойти три точки сегодня на посмотреть маркировать одна из них это гора брусничная о прикиньте красавец какой стоит что-то я брал с собой нет мешок какой-нибудь грибочков то пособирать то тоже не кисло знатная шляпа стоит блин и брать его тоже сейчас таскаться с ним опята должно вы должны быть так что вот в общем привет всем смотрите нас дальше веток много придется уклоняться ну вот мы поднялись на вершину горы брусничная и вот такая я прям кайфую всегда от подобных видов надо мне здесь найти место для этапа вот с этой стороны скалы может быть даже и не очень смотрятся а вот с той стороны здесь тоже не очень хотя нет некоторые он тут поинтереснее формы выдува так тут есть чё тут есть чё тут есть чё тут есть движение паскальному склону скользко на камнях там вниз долина какая-то пригород екатеринбурга вообще очень сильно богат красивыми гранитными скалами которые находятся на вершине невысоких гор уральские горы здесь низкие а скалы здесь красивые ну вот этот скалы на вершине горы брусничной очень интересные такие скалы завалено здесь все конечно порядочно народ сюда не шибко ходит скалы не очень популярные хотя от дороги в принципе близко я доехал практически ну может километр даже меньше прошло вот такая вот тут есть формах выветривание скалы интенсивно разрушаются образуя песочек и вот такие вот ветряные формы выветривание тут встречаются скала очень красиво здесь будет этап обязательно а я сейчас иду на гору другую гору и двигаюсь вот туда вниз все как обычно все как мы любим идет дождь а я снимаю на новый телефон который еще не утопил видимо его ждет ждет тоже учесть так что но сидеть дома сегодня это было преступление для меня потому что через неделю будет у ряда и надо быть готовым по крайней мере дать дальние этапы я сегодня от маркирую и судим сделаю целух хорошо то что нету снега я могу передвигаться практически спокойно световой день сегодня у меня еще пока позволяет долго гулять хотя сегодня поздненько сюда выдвинулся я уже почти ушел отсюда но случайно обернулся и увидел вот такую вот красоту это продолжение того гребня где сейчас делал этап вот вообще хоть гребни не уходи наверное сейчас по гребню прямо пройду туда дальше вот такая вот красота здесь невысокие но тем не менее это настоящие скалы причем на них есть точки опоры деревья стоят там наверху мелочевка всякая вид наверно отсюда деревья не дадут посмотреть низенькие скалы но в целом сквозь деревья прогляд есть да вообще на этой локации попадается достаточно много грибов много маслят бабки попадаются и вот такой даже беленький гриб есть убрать его наверно не буду они конечно все уже переростки интересно же красавец какой на береги грибов вообще много он масленок стоит вот они их собирать то некуда и самое главное сейчас начало маршрута начало пути фактически я сейчас если грибы наберу и куда я с ними какой фарш принесу до машины потом на обратном пути еще можно пособирать здесь нереально еще кстати мне очень жарко раздеться красивая чтобы подтянуть на камеру могу жарко где-то здорово весь потел холодная все 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 Я знаю, что к стулу еще не прирос И жизнью не загнан занюханный угол И бросить дела для меня не вопрос Вот только немного со временем туго Я буду сдувать с одуванчиков дым И водоштормовки пропитывать потом И собственным телом, да более родным Кормить комаров потаежным болотом Ходить за грибами с разинутым ртом Ходить на медведя с двумя стволами И все это будет лишь только потом Когда я чуть-чуть расквитаюсь делами Папара-пара-пара-пам О, укрытие какое классное, скалы Я буду под дождиком песни орать И жечь костерок, чтобы дым коромыслом И водку бессмысленно больше не жрать А жрать ее только с особенным смыслом Вдыхать через нос, выдыхать через рот С природной, роднясь генетическим кодом Из всех предлагаемых прав и свобод Тебе выбирая лесную свободу Чтоб чувствовать там от тебя вдалеке Огромную разницу между полами И пыл остужать в безымянной реке Вот только сперва расквитаться б с делами Как жаль, что моя голубая мечта Железной трубой начала накрываться И прикус не тот, и осанка не та И все тяжелее от дел оторваться Но точно я знаю, что время придет Когда перестану толочь ступе воду Когда я почувствую полный вперед Когда, наконец, обрету я свободу Чтоб нервно уже никуда не бежать И больше не жить в этом жутком бедламе А в тапочках белых спокойно лежать Сполна расквитавшись со всеми делами Папара-пара-пара-пара-пам Хей! О, какие классные курумы здесь! Обалдеть! Ха-ха-ха-ха! Да! Детка, надо запомнить место А вот мимо этого добра Блин, пройти-то как сложно Это ребята-рыжики стоят Вон они, сколько их Красавцы Вон еще Конечно, все уже переростки Но Повыбирать можно Вон рыжики Так, надо срочно мутить пакет Буду благодарен туристам-свиньям Которые оставят Выкинуть пакет где-нибудь А я его подберу сейчас Вон, масленок А вот так в наших краях Собирают Сосновый промысел Вот так вот собирают живицу То есть, обратите внимание Забито специальный держатель Сюда Конус И вот Из живицы делается Скипидар, канифоль В общем, очень ценный Природный продукт Здесь вот очень много сосен Со следами Сбора живицы Срезается Кора Стачивается немножко Древесина И делаются каналы По которым стекает Живица Вот они, каналы Сюда, снизу Вбивается подставка Видно, вот Смола уже Окаменевшая Вот На эту подставку Цепляется такой вот Конусовидное ведро Потом Человек-сборщик приходит Новое ведро вставляет Старое Забирает Либо это Вытряхивает Там из этого ведра Вот такие вот Следы Все деревья Все сосны здесь В следах Ну Считается, что это Скажем так Почти не вредит деревьям Ну вот Стоят Вполне себе Могучие сосны Со следами Сбора Живицы Живица Это Смола Сосны Как бы сказал Один наш общезнакомый Алексей Фимыч Мокренький Мокренький я А мокреньким у нас Что Всегда и везде Дорога Вот я и Иду Хорошая дорога Закончилась Началась дорога Еще лучше Если честно Я от такой дороги Даже больше Кайфую Ох ты Смотрите Какой грусть Это не у меня Грусть О Это На дороге Вырос Грусть Шикарная Ребята Просика Мне он туда Вверх Ну тут Мотоциклисты Гоняли Походу Пьесы Проламывались Но если они прошли То я точно пройду Вот такая вот Просика Здесь Кайфово Собственно Вот у нас вершина То место Куда я шел Вот такие вот Интересные Листвянки С Ведьмиными Гнездами Да Вершина горы Толстиха Она На Туриаде Будет у нас Самым высоким местом Вот Здесь Я тут уже Потихонечку Начинаю обживаться Короче 5 километров Я сюда шел В одну сторону Сейчас надо За час Умудриться добежать И час Мне еще надо ехать 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 Так Не надо Точку Выбрать Вообще Несмотря на то Что сегодня Достаточно Такой Тихий день Здесь Здесь довольно Ветрено На вершине горы Что-то я встал Вот Еще Что меня Немножко напрягает Вот Огромное количество Здесь Вот таких вот Сухих Деревьев Если ветер Будет Более сильный Они могут Начать падать Как бы Не хотелось бы Чтоб на кого-нибудь Что-нибудь Упало Ну будем Держать Пальцы крестиком И надеяться Что не упадет Либо Попросить Судью Который Здесь будет Работать На этапе Чтоб он Сошел сюда С пилой И все это Дело Забаклонил Уронил Хотя Товарищи Лесники Потом Спасибо Не скажут Потому что Это Дрова По сути Готовые Для лесного пожара Но Безопасность Мне кажется Должна быть Безопасной Пакет Надо найти Кто-нибудь О Водичку Испить Все в порядке Это Шорти Шорти Шорты Завязывай Штанины И в них Собирать Грибы Потом Не отстираем Решорты Добрые Блин Использование Орудил я Пакет И Шорт по дороге времени-то мало остается но грибов тоже хочется если вы хотите выиграть вот такой вот пакетик у меня получился для грибов пока убираем грибы пойдут достану сейчас надо бежать 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 смотрите лес становится загадочным приползла туманная дымка я иду очень и очень скользко на тропе и любуюсь вот этим вот легким туманчиком причем летом были пожары очень сильные был кто же туман но он был сизый а это такой серый водяной туман прямо вот вообще дымка такая вот загадочность такая вот такой вот туман придает лесу некую загадочность вроде здесь какое-то чудо на лохматых ногах где-то вот я его искать пошел пока я шел по дороге я нашел вот такой чудесный конус ну это тут я его немножко поломал в чем чудесного этого конуса нет есть видите какой-то ободочек и я не зря стою сейчас у того места где добывали живицу вот крепление и вот сюда вот этот конус вот так вот вставляется собственно это и есть ведро для сбора живицы ведерко вот так вот она выглядит со стороны она уже очень хрупкая разрушается прямо в руках поэтому я его трогать больше не буду вам показал как это работает то есть вот сюда по нарезке течет смола дальше сюда-сюда-сюда-сюда набирается и поэтому козырьку прямо попадает туда куда надо у меня внизу подходяко ну с Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Очень много деревьев погибло, наверное, может и нет Представляете, сила жизни Каменная небольшая горка И на ней стоят сосны Причем могучие сосны К чему только не приспосабливаются деревья Ради того, чтобы жить В таких действительно непростых условиях Я бы не сказал суровых Но непростых Интересные какие-то закопушки здесь Есть Отнику пили какие-нибудь Что-то здесь копали Эван, а что? Хотя, что здесь в гранитах можно копать Кроме гранита Ну, может быть, какая-нибудь кварцевая жила Но надо отдать должное В этих местах Вообще В этом парке На этой территории Достаточно много есть Интересных минералов В частности Тут неподалеку есть Копи Там можно наковырять Маленьких Прикольных Гранатиков Гранаты Называются Альмандины Вот Ну А здесь Что наковырять можно Не знаю Сложно Знающие люди Может подскажут А я на самом деле Пошел Хочу Забрать того белого гриба Которого Сегодня я находил Так Место для стоянки Прикольное Дорога туда заходит Площадка такая Вот зимой, допустим, стоять Но воды нету Я пошел Забрать того белого гриба Которого находил И нашел еще один Зацените шляпу Крепыш какой Нифига Так Нажата у меня с собой нету А я так его заберу Дома пока Домашним покажу Я думаю, скорее всего Нормальный По крайней мере Не упавший Вот это грибок Я понимаю Я теперь знаю Куда она За белыми ездить Их тут на склоне Видимо Умотаться Сейчас Заберу Того белого Пойду обратно Этим же склоном Может все наковыряю Вот так-то вот Сравните Вот мое лицо И шляпа грибочка Вот у нас Тот первый Которого я Первого нашел Ну вот Тоже хорош Сейчас Отряхну И уберу В рюкзак Оба Фрукта Интересно Вот На хребте Прямо нашел Уже Второй гриб Вот такой вот Это тоже белый Но Он прямо Вот Кем-то поеден Такое ощущение Что Дрябленький уже Этот я брать не буду Но вот он Кем-то поеден Кем не знаю Потому что Вот там вот Валяется рядом И вот Такое ощущение Что его пнули Перевернули И пожевали Со всех сторон Кусок просто Гриба Валяется А я вот Пару рыжиков Все нашел Сейчас уберем Ну что Положила Сегодня В копилочку 10 километров Отличная Прогулка Получилась Надо еще На пару локаций Все заглянуть Но это уже На машине Поеду Немножко Афродом Позанимаюсь На Ларгусе С утра Очень не хотелось Вообще Никуда ехать Прямо Слово Совсем Потому что Вчера У нас Приехали Родственники С далекого Лондона Привет Родственникам Вчера мы Отмечали Ну Собственно Знакомство Ихнюю свадьбу В ресторане Отеле Онегин Поэтому Я и ночевал Там же В Онегине Прикольный Кстати Ресторанчик И гостика Тоже Четкая Я не Избалован Подобными Скажем так Вещами Ну Иногда Наверное Можно И даже Нужно Чтобы Понимать И видеть Какой может быть Уровень Сервиса Даже У нас В стране Вот Но Сейчас Де факто Я очень Рад Что я сумел Выбраться Ой Какая яма Шикарная Что-то Что-то Искали Закатушки Какие-то Я рад Что сумел Вырваться Уехать Заставил себя Благодаря Опять же Туреаде Пнулся Я под жопу Сделал Волшебный Пинок И полетел И сейчас С большим Большим Удовольствием Прямо Вот Вообще Кайфанул Как-то Так Вот Ну что Вот он Закономерный Итог Сегодняшнего Гуляния Как говорится Немножко Сон Грядущий И Жареха Готова У нас Здесь у нас Грибы Белые Рыжики Картошка Сметана Лук забыл Положить Ну ладно Бухнем Ну и немножко Под Дичь Надо Да А тут чай Тазик с чаем Приятного аппетита Ребят Прямо Вот Жарешка Стояла Томилась А сейчас Она очень Прочится Быть съеденной Все Я уже Не могу Жрать хочу Как Конь Приятного аппетита Всем Приятного аппетита